И картинку тоже видно. Замечательно. Так вот, в моем докладе я, как искусствовед, попытаюсь представить некую альтернативу нашему общему с историками, вообще на его общечеловеческому желанию видеть связь изображения и текста и попытаюсь рассмотреть вопросы, когда эта связь очевидным образом нарушается, и даже не просто нарушается, а когда ее просто нет. И для этого мы возьмем материал, такой достаточно хрестоматийный, это изображение дней творения и, собственно, изображение сотворения мира в западноевропейской художественной традиции на материале, восходящем к раннехристианским памятникам, но, как правило, локализованном между 11 и 13 деками в сохранившихся вариантах изображений. Ну вот в этих двух вариантах текста, септуагенты и вульгаты, я выделила жирным шрифтом те понятия, те существительные, которые когда-либо были представлены в изображениях, относящихся к этим отрывкам, в виде персонификации. И очевидно, что первый вопрос, который здесь возникает, а почему, собственно, не представлены, или, по крайней мере, нам неизвестны, изображения, подчеркиваю, иллюстрации первого дня творения, скажем, земли и неба. Но действительно это не так. Действительно это так. Таких изображений нет. И одновременно с этим мы должны подчеркнуть, что вот та логика, или отсутствие логики, с точки зрения текста древнееврейского, которая будет прослеживаться в выборе персонификаций, она неизбежно связана с попаданием текста иудейской традиции в совершенно, в ареал совершенно иного мышления, в ареал мышления греко-римского, мышления образного, антропоморфного. Но вот попробуем проиллюстрировать ту выборку, которая делается в этом мире. Ну, во-первых, для начала приведем несколько примеров, очень кратко, которые будут показывать, насколько само существительное, употребляемое для обозначения некого понятия, мало влияет на выбор образа. Итак, земля была пустая и безвредна, и тьма над бездною, слово «абиссус» греческого происхождения, обозначающее бездну, в латинском языке тоже сохраняет свой женский род. И в изображениях довольно широкого круга мы будем видеть два варианта. И один из наиболее распространенных вариантов – это вариант старческого лика, как в актатывке из Сироаля, но тут для ясности я показываю прорисовку, так и в традиции, например, сицилийской, такой общеизвестной картинки из собора в Монреале, открывающей ветхозаветный цикл. В иных случаях, когда мы имеем дело с понятием «абиссус», как в ветхозаветном, так и в новозаветном тексте, в частности, вот в этом Евангелии из ранней фазы школы Райкинао в Евангелии Леутара, где иллюстрируется притч о богаче и бедном лазаре, где их разделяет в глубокая пропасть. Вот тут очевидно, перед нами женская маска, и в ряде случаев, связанных с Ринском-Монте-Кассенским кругом, как то Берлинская пластина, фрагмент, который мы видим из Монте-Кассена, где мы видим женскую маску в первом кадре, в первом племе сотворения мира, она подписана, так и в таком замечательном цикле капеллы Крипсе, Собора в Анании, капеллы Памы Декета, где тоже перед нами, очевидно, женский лек, и целый ряд исследований, в том числе, замечательная статья по Абео Барри, вышедшая в начале 2000-х годов, сравнивает, объясняет вот эту вот разницу, очевидную и отсутствие или наличие связи с родом существительного и вообще с текстом, использованием уже относительно готовых штампов, привязанных к поздней римской, римской имперской декорации дна водоема, как водоема Сакрального, как, например, бассейн, святилище Геркулеса, обозначающий край океана, связанных с происхождением испанским императоров Трояна и Адриана, так и бассейнов вполне светских, в термах находящихся, которые могут быть декорированы либо изображением океана, либо таким очень распространенным оберегом в виде Горганейена, который, понятно, известен и по Константинополю, на этой кристаллическом цистерном, где он уже вполне христианское время сохраняется и вторично использует. И еще один такой краткий пример, тоже восходящий к проблеме первого дня творения, это персонификация света и тьмы, где тоже будет наличито некая путность. Вспомним, что способов изображения света и тьмы, я многократно к этому сюжету ранее обращалась, существует несколько перечисленных. Основные из них – это изображения сферические, восходящие к иконографии небесных сфер, принятые в традиции восходящей, ну или хотя бы частично восходящей гене села Декоттона, известные по мозаикам в Вознесенском Сан-Марко, правда, в последней своей публикации Гербер Кеслер отрицает эту связь, считает эту композицию самостоятельной и независящей от раннехристианского оригинала. Это персонификация, которую мы встретим как в средневизантийских актапевках, так и в общеизвестной миниатюре в другом контексте, в общеизвестной миниатюре Парижской псалтирии. И здесь уже нас ждет некая проблема, поскольку существительная генера женского рода получает персонификацию мужского, восходящего к иному слову, обозначающего зарю, ортроз и объясняющего появление этого мальчика в розовых одеждах с флакелом. Так вот, день и ночь, или свет и тьма, они неизбежным образом, помним, что слово «хос» и вовсе среднего рода, они персонифицируются способами, которые с текстом связаны лишь опосредованно. Они получают вот такого рода персонификации, причем не только в византийском, средневизантийском кругу, но преимущественно в кругу римском. И первый памятник, где присутствует это воплощение, известен нам, к сожалению, только в копии, причем существует довольно большая литература о том, насколько эта копия вообще соответствует оригиналу и насколько оригинал мог быть видоизменен в течение времени до начала 17 века, пока по заказу ординала Франческо Барбери не сделана серия акварелей, хранящаяся в Ватикане. Но, тем не менее, персонификации дня в виде мужской фигуры и ночи в виде женской они доживают до вполне сохранных вариантов римских же и около римских, как Сан-Джелания Порта Латино и его ицезаветный цикл, как обшиннейший ицезаветный цикл в Сантуарио Димадонна Вечери в окрестностях Рима. Так вот, вот эта вот разница, она имеет еще одно объяснение, это соединение в изображении первого дня творения, как мы можем судить по реплике раннехристианского оригинала в соответствии с текстом дня с солнцем и ночи с луной. Поскольку первая картинка имеет комплексный характер, то очень быстро иконографические признаки солнца, солнечный нинд переходят на персонификацию дня или света, это может произойти, но, как мы видим, происходит не всегда, поскольку в близких по датировке памятниках в Сан-Джелании Порта Латино это явный Гелиус, здесь в Черри это персонаж с зажженным фателом, похожий на Ортроф. Вот это смешение оно окончательно достигнет некой иконографической зрелости достаточно рано. По крайней мере мы можем судить о том, что относящаяся в последнее время к Риму вещь, это рамбонский детсих, датируемый широко девятым веком и хранящийся в Метрополитен в композиции Распятия и таких примеров достаточно много Солнцу и Луне сообщает о трех будто света и зажженный и потухший фател, что говорит о уже значительно достаточно зрелом смешении этих двух понятий, ну и окончательно это смешение происходит к 12 веку и за Альпами, как мы видим по этим примерам по книге Хора из Свифальтона, где персонаж с солнечным небом имеет подпись Лукс и по таким уже отчетливо сформулированным и сокращенным версиям иконографии первого дня творения связанных с заальпийскими памятниками как то первое клеймо заставки Библии сувенивей, где наши свет и тьма становятся очевидно подобными дольонам солнца и луны. Перейдем теперь непосредственно к дням творения и тем проблемам, которые с ними связаны. Дело в том, что из всех персонажей, которые могут быть персонифицированы, дни творения это наименее очевидные кандидаты на персонификацию, если можно так выразиться. Дело в том, что они делаются объектом такого образного вышления первоначально, как мы говорим, греческие традиции и очень трудно иконографически изинфицироваться с кем-либо из персонажей, но мы сейчас видим, как это произойдет. Собственно, сами слова первой книги «Бытия» и «Вечер и было утро», день первой, они в чисто поисновательном смысле стоят особняком по отношению к творимому миру. Это обозначение временных промежутков. действий творца. Тем не менее, в традиции восходящих Гернесу Лавда Коттона со всей его драматической историей, со всеми перипетиями его изучения, которое, как мы понимаем, еще не закончилось, поскольку совсем недавно Гернберг Кестер публикует новое откровение по поводу смены своего мнения о соотношении миниатюр Гернесу Лавда Коттона и его реплик. В Гернесу Лавда Коттона, как мы можем судить по нескольким фрагментам, ну и по такой христианной копии, сделанной по заказу Рабеля, дни творения персонифицируются человеческими фигурами, причем фигурами, по всей видимости, женскими и крылатыми. И вот эти вот крылатые фигуры, они переходят в Сан-Марко и идентифицируются для начала Куртом Вайцманом в его публикации знаменитой 1986 года с крылатыми орами, богинями смены времен года. И Вайцман же приводят в качестве примера такого прототипа вот эту мозаику из Лувра, изображающую Суд Париса. Существуют и другие достаточно многочисленные изображения крылатых ор, как то, например, вот это вот их такая портретная версия. Но мы понимаем, что ор давно быть всегда три или четыре, в то время, как дни творения делаются больше. Хердер Стеслер уже упомянутой работе вводит в бирс, к сожалению, какого-то пространного объяснения для этих персонификаций более нейтральное понятие геймеры дни. И действительно мы можем в данном случае идентифицировать понятие дня греческое с античной традицией, правда, очень небогатой изображениями собственно персонифицированной богини гемеры, которую упоминает Гесиот, сотворенный, порожденный геей в браке с Ураном. и в ряде случаев и в изображениях и, например, у Павсания это божество ассоциируется с богиней Эос, тоже женского рода, и мы, однако же, не знаем изображений крылатой гемеры или однако знаем изображений крылатой Эос. Но вот в качестве такого очевидного примера, когда богиня Эос заря заменяет день, можно привести вот этот лектиф, который происходит из Атики и представляет восхождение Гелиоса из-за Родоса и ночь и зарю, которые от него бегут. Крылатый день является но только отчасти объяснением появления этих персонажей настоящие иконографические источники, которых еще ждут своего исследователя. Он напомнил, что в самом начале изучения этого явления в середине прошлого века Мария Тереза Дальверни использовала термин «ангелы дни», термин, который сразу же был оспорен, потому что эти существа ангелам подобны лишь отчасти. Следующий способ персонифицирования дней творения связан с календарным типом и представляет собой уже не крылатую фигуру, а персонаж с атрибутом. И первой обратила внимание на это явление Адельгей Ди Хейман в своем статье 1938 года. И персонифицированные месяцы в календарных циклах известны миру латинского христианства уже с королинского времени. Об этом свидетельствует несомненно доступная существовавшая в королинском обиходе схема небесных сфер восходящих каленею, снабженная персонификациями месяцев. И Адельгей Ди Хейман сравнивает изображение XII века, которое мы сейчас увидим и обсудим с двумя календарными источниками. Это календарь 1954 года, где каждый месяц персонифицирован фигурой с многочисленными атрибутами. И уже собственно королинский памятник, Зальцбургский календарь, где в качестве одного из первых примеров представлены персонификации месяцев. Одновременно и в виде сезонных работ и в некоторых случаях сохраняющие схему персонаж-атрибут. Обратим дополнительно внимание, что в загустом календаре уже появляется персонаж, одетый в одежды эпохи, а не в антикизирующую кунику или обнаженную. Вот эти вот персонажи за работой, да, они будут нам будут сопровождать и изображения связанные с временным кругом в монументальном искусстве романском, что мы знаем по романским порталам, и календарные изображения концентрические, явно восходящие к позднеантичной схеме, как, например, вот этот календарный цикл из рукописи хора, так называемый, но нас сейчас будет интересовать их внедрение, их проникновение в изобразительность связанную с неолитворением. Вот приведем здесь три примера, и все они так или иначе связаны с Иринском маловским кругом, то есть кругом которого были абсолютно доступны Каролинские памятники, которые тесно связаны с Каролинской осталось поздне античной традиции и традиции византинических. Итак, это три памятника, это составной инициал из так называемой Лобской Библии, или Библии Годерамна, которая датируется 1086 годом. Это инициал сух единственной древности Милосевого Флавия из Парижской национальной библиотеки середины 12 века, где дни творения персонифицированы полностью, и представляют собой персонажей с атрибутами. И, наконец, самый, наверное, интересный памятник, самый загадочный, это памятник, где используется контентрическая схема. Это Месцелана из Верденской городской библиотеки. И вот посмотрим, что персонифицированы дни творения в этих трех памятниках, персонифицированные либо полностью, либо частично, как в Обской Библии, они имеют в ряде случаев очевидное сходство с календарем, а в ряде случаев это сходство менее очевидно. Ну, вот, например, пятый день творения, сотворение птиц и рыб в Флаве из Шентильи. Это персонаж, одетый в одежду эпохи и держащий птицу и рыбу наподобие месяца февраля из календаря 34-го года. И это же сходство будет вполне соблюдено в Верденском гамильяре, в Верденской рукописи, поскольку мы видим примерно тот же набор, более того, жест персонажа очевидно, хотя бы частично повторяющий жест персонифицированного февраля. Третий день творения и сотворения растений будет представлен в календаре 34-го года и в Королевской традиции персонажем с корзиной цветущих растений или держащим цветущие вверхи персонажем который будет получить очень-очень широкое распространение в целом ряде источников в том числе в календарных мозаиках Северной Италии и Южной Италии средневековых в знаменитых мозаиках Пола Вотранта в мозаиках из Бодбио но нас будет интересовать что вот эта вот календарная схема относящаяся с понятием апрель-май она приходит в сотворение мира в виде персонификации земли так например в Лубской Библии в третьем медальоне изображающем сотворение суши и отделение суши от воды мы видим персонифицированную землю ну а сейчас мы не будем отвлекаться и выяснять это достаточно очевидно что земля может персонифицироваться в том числе и в схемах сотворения мира способами разными и земля-кормилица может здесь присутствовать как мы немного позже сможем это наблюдать но нас интересует именно эта персонификация с двумя зелеными растениями в руках и обратим внимание что в флаве шантильи этот день творения персонифицирует персонаж который одной рукой держит зеленый ветвь а другой нечто вроде весла и находится как бы между сушей и водой и скорее всего это общий принцип таким образом объединяются в более сжатую сценографическую формулу две персонификации вода в виде персонажа держащего рыбу превратившуюся у копеиста в подобное ей по форме весло и персонаж относящийся к земле но на пути этих аналогий когда мы переходим к вербентской рукописи нас ждет некоторый сюрприз связанный с историей научного заблуждения и честного его разрешения когда Дэвид Хейман в своей статье 1938 года объясняет иконографию вот этого третьего дня творения она как сама честно признается видит знает эту рукопись только по воспроизведению да воспроизведением черно-белым не очень хорошего качества и считает что это пылающий хирургин со скрещенными ногами оборачивающийся и простирающий руку к Господу в знаке молитвы обратим внимание что рука простирается не совсем в знаке молитвы а в таком своеобразном риторическом жести через некоторое время в 62 году та же самая другая Хейман увидит эту рукопись живьем на барселонской выставке романской миниатюры публикует опровержение своего предыдущего мнения но опровержение это демонстрирующие замечательную научную добросовестность исследовательности не очень много как мы видим привносит к обоснованию такого родительного отличия персонажа от других персонажей персонажа третьего дня от других персонажей этой рукописи Владимир у вас еще 2-3 минутки ладно спасибо это некий антропоморфный персонаж о котором исследовательница следующим бывает бывает вот это вот цитата она должна быть поставлена во главу заглавия исследования которое ждет своего автора и должно было бы показывать отличие подхода иконографического 50-60-летней давности от современного действительно Адергей Духейман совершенно не интересует каким образом это изображение достигло Вердена вот то что оно очевидно отличается от персонификации месяца апреля или мая мы можем судить по самой верденской рукописи где персонаж обозначающий весну держит в руках две цветущие ветви а вместо сотворения растений у нас вот такой удивительный товарищ и нам удалось провести аналогию на основе некого общего принципа который нам попытались поиллюстрировать ужимание сокращение изобразительной схемы между нашим верденским персонажем в таком вот как бы пламенеющем кустике с застриченными ногами с иконографией хорошо известной каролинскому миру превращение дафны в лавровое дерево и наблюдающего дела Аполлона на вот этой вот пряжке 6 века из частного собрания фигурирующей на несколько лет назад на Веневской выставке лизантийского декоративного прикладного искусства но и на гораздо более известном примере соответствующем фрагменте шали Сабины из Лувра мы видим именно это сочетание включая даже конфигурацию ветвей жест одного из персонажей и скрещенные ноги другого что это было использование собственно пластического образа конкретного образца или механизма памяти мы сказать не беремся и вряд ли это может быть какой-то однозначный ответ и так от календаря мы эмигрировали к мифологии и только для того чтобы в конце нашего разговора показать еще один пример окончательно разрушающий нашу иллюзию по поводу связи изображения и текста в библии Гунтерта так называемой из Ирландина в достаточно позднем памятнике также упомянутом Адергейде Хейман рядом с каждым днем творения представлен антропоморфный персонаж Хейман называет их днями творения но вот посмотрим на них подробнее и поймем что эти персонажи стоящие на огненном колесе напоминающим огненном черувими защищающим райские врата имеют атрибуты полностью отсылающие нас к набору атрибутов света и тьмы это светильники факелы или солнечные нити таким образом в конце нашего активного процесса и темографического творчества если можно его так назвать хотя термин это очень неподходящий мы наблюдаем пример одинокий но тем не менее достаточно красноречивый окончательного смешения иконографического словаря относящегося к первому дню творения и унификации его по отношению к очень широкому кругу возможных персонификаций связанных с этим фиксом спасибо спасибо большое Анна Владимировна пожалуйста вопросы уважаемые коллеги не стесняйтесь включайте и задавайте пока коллеги да да Андреевич пожалуйста можно да да задавай у меня очень маленький вопрос вот диптихи слоновой кости там сказали что вроде да 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 на диптихе слоновой кости ой почему-то не слышно сам вопрос Андрей на диптихе слышу а остальное нет опять наверное вышибло может быть лучше письменно вот я пока наконец вижу дискуссию да я согласна да что наверное венская книга бытия это более корректно честно говоря не знаю насколько актуально нельзя говорить венские дены в переводе сделанном не буду говорить кем книги Жермен Базена «История искусства» эта рукопись называется книга о происхождении города Вены поскольку переводчик это буквально вот и я про то же ужас да к сожалению Андрей не слышу вопрос что там Андрей Юрьевич что-то написал нет не вижу что-то написал Анна Владимировна пока Андрей Юрьевич пишет у меня такой частный вопрос прям вот коротко если возможно ответьте скажите пожалуйста по каким-то еще сюжетам мы можем проследить вот такую убедительную несвязь изображения и текста как мы только что это видели в отношении дней творений на самом деле да и я очень надеюсь что наконец НЛО выпустит эту книжку которая лежит уже почти два года где будет целый ряд таких примеров именно связанных с персонификациями в частности я сознательно пропустила там такой кусок про южно-итальянскую лангобатскую преску где эти же персонажи эти же свет и тьма они еще относительно еще совершенно отдельно начинается сейчас на тьма это персонаж которого южно-итальянские исследователи называют скованным рабом очень похожий на досноватого исцеляемого из например муранского диптиха на связанных пленников из римской триумфальной иконографии и так и не имеющий внятного объяснения потому что все аналогии это скажем аналогии со свитками и в этот который датируется в существенно более поздним временем а наша лангобатская фреска она по меньшей мере на 150 лет раньше самого раннего из свитков поэтому таких вопросов действительно очень много и там у меня получается порядка семи аппендиксов связанных именно с такими примерами очень интересно с нетерпением будем ждать вашу книжку спасибо Андрей Юрьевич ты подсоединился мы тебя видим да я подсоединился у меня маленький был вопрос надид тихие слоновые кости вроде было сказано что там луна с потухшим факелом я что-то большой разницы не видел с факелом солнца они как-то совершенно одинаковые потухшим обычно вниз смотрят да у него хвостики смотрят вниз как у метелки и такие аналогии есть в римской живописи вот в частности да вот в сантуарио Мадонна Дичери там тоже просто линиями да показывают свет на самом деле я публиковала да статьи в Вестнике РДГУ именно по поводу того как солнце луна свет и тьма переходят из распятия в днетворение и обратно и как они меняются атрибутами там есть достаточно убедительная подборка того что это именно факел а не такой другой предмет и что таким образом потушенный факел может изображаться в том числе у дев разумных и неразумных спасибо спасибо пожалуйста еще вопрос уважаемые коллеги спасибо большое Владимир я с удовольствием передаю слово как я и говорил Дмитрию Игоревичу Антонову спасибо